МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Мэтр. Интернет-версия программы доступна на сайте metr12.ru, а также в наших группах в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. Все пешеходные переходы, примыкающие к школам и детсадам Яшкаралы, должны быть максимально безопасны. Такую задачу еще весной поставил перед столичной мэрией глава Мариэл Александр Евстифеев. В соответствии с национальным стандартом в Яшкарале должны быть переоборудованы 29 пешеходных переходов, на 11 из которых работы уже завершены. Все переходы отгорожены от проезжей части, оборудованы лежачими полицейскими. Водители предупреждают специальный светофор, а также разметка. В прошлые годы мы предусматривали в городском бюджете сумму, сопоставимую с примерно 2 миллионами рублей, для того, чтобы заниматься вот этими вещами. В этом году истрачено уже более 18 миллионов. И работы, как бы, на самом деле, еще не завершены. Если все будет продолжаться в том же темпе, который сейчас задан, то в следующем году есть все шансы закрыть эту проблему так, как это требует закон. То есть оставшиеся пешеходные переходы у школ сделать в соответствии полным с требованиями ГОСТов. Действительно, это важнейшая тема. Александр Александрович не раз подчеркивал, что безопасность детей – это главное. В этом году мэрия выполнила 11 из 29 школьных переходов. Они выполнены в соответствии с современными техническими условиями. Это переход, это одновременно ограждение, это одновременно светофор. У нас остается еще 18 таких переходов. И вот по убеждению мэра, и с него это будет спрошено, эти работы будут выполнены в следующем году. И 100% переходов, ведущих к школам, будут выполнены. Добавлю, что в планах мэрии после завершения работы средних школ оборудовать специальными переходами улицы, примыкающие к другим социальным учреждениям – детским садам и больницам. В Мэриэл в преддверии нового учебного года проходят традиционные августовские конференции педагогов. Здесь подводят итоги и ставят задачи системы образования республики на предстоящий период. Тема нынешней конференции – система образования в республике Мэриэл, точки роста и векторы развития. 28 августа в Ешкар-Оле пройдет республиканская педагогическая конференция. А в эти дни завучи, учителя и работники дошкольного образования встречаются в районах республики. Подробности из Паранги далее в нашем сюжете. Это настоящий праздник для работников образования. Выставочные экспозиции, подготовленные детьми и дружеская атмосфера. С проведением традиционной конференции можно считать фактическое начало нового учебного года. В Парангинском районе, как и в других районах, прошел ежегодный педагогический форум. Он объединил педагогов 10 детских садов, 2 школ дополнительного образования, учителей и руководителей 13 образовательных учреждений района. Все учебные заведения к началу нового учебного года готовы. У нас 13 учебных заведений в районе находятся. Все они сегодня в комиссии приняты и с высоким качеством подготовлены в школу. Еще такой приятный момент. Правительством республики Мариел и земного фонда главы республики были выделены финансовые средства, порядка 10 миллионов рублей, на ремонт и подготовку котельных к новому учебному году. Этим постановлением мы предусматриваем перевод на газоотопление трех школ, которые до этого топились на твердом топливе. Поэтому большое спасибо, что поддержали нашу инициативу. И после того, как мы эту работу выполним в ближайшие дни, у нас в районе останется одна школа, силуэлит, которая сегодня не имеет природного газа, которая топится на твердом топливе. На будущий год решается вопрос об устранении и этой проблемы. Отмечу, например, по программе ликвидации аварийных и ветких школ России и ликвидации двухсменной учебы в Паренгинском районе сейчас строится Ильпонурская школа на 120 мест. Строительство здесь идет полным ходом. К концу 2018 года планируется завершить строительство объекта. А в начале 2019-го она уже будет готова принять учеников. Готовы встретить малышей и дошкольные учреждения района. Программы во всех детских учреждениях написаны. Написаны они с учетом уже федеральных государственных образовательных стандартов на сегодняшний день. Укомплектованность детьми тоже практически уже есть. К новому учебному году дети потихоньку поступают, новые дети. Продуктами питания наши детские сады тоже обеспечиваются. То есть на сегодняшний день, как таких, таковых проблем наши детские образовательные учреждения не испытывают. Одна из больших школ района – Паренгинская общевразовательная школа на 760 человек. В этом году впервые здесь за парты сядут 63 первокласски. К встрече учеников готово все. Так, например, со сменой образовательной системы в школе «Школа-2100» на «Школу России» обновили учебники на общую сумму 358 тысяч рублей. Проводились и ремонтные работы. Школа к учебному году готова. За подготовительный период к новому учебному году был проведен частичный косметический ремонт коридоров и учебных кабинетов. В частности, полностью окрашенный акромаром панели коридоров и лестничных площадок первого, второго и третьего этажа. Проведен ремонт отопительной системы в библиотеке и столовой школе. Во всех учебных кабинетах также в коридорах полностью проведена ревизия и замена светильников. Завершается запланированная замена старых деревянных оконных блоков на пластиковые в трех кабинетах, что существенно меняет климат класса. Немаловажную роль в этом сыграл и местный жилком сервис. Наше предприятие принимает непосредственное участие при подготовке к отопительному сезону Парангинской средней школы. Именно нашим предприятием проводятся мероприятия по опрессовке системы отопления. Также имеется договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов. Будущим родителям, детей, которые учатся в школе, из того, что мы увидели, в каком состоянии школа подготовлена, посмотрели классы, я вполне удовлетворен, что Парангинская школа во всеоружии войдет в новый учебный год. Итак, Парангинский район к началу нового учебного года готов. К профессионалам своего дела в этом году в районе прибавился один молодой специалист. Ну а республиканская конференция, объединяющая более 600 работников образования, состоится в Йошкарале 28 августа. В Йошкарале на месте старых бараков построят новый квартал. Мэр столицы Евгений Маслов подписал распоряжение о проведении открытого аукциона по развитию территории, ограниченной Бульваром Победы, улицами Рябининой и Машиностроителей, а также Ленинским проспектом. Как ожидается, новый квартал в центральной части города появится в течение 10 лет. Под снос попадут 16 двухэтажных домов старой постройки. Будущий застройщик, который определится по итогам аукциона, должен будет снести бараки и заново создать всю инфраструктуру. Стартовая цена контракта – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Отмечу, жильцы домов, попадающих под снос, должны в течение 7 лет получить денежную компенсацию, которую можно будет направить на приобретение новой квартиры. Полностью расселить старые двухэтажки должны не ранее 2026 года. В Мариел продолжается работа по защите прав обманутых дольщиков. На днях в Йошкар-Оле прошло заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка под председательством прокурора республики Сергея Белякова. В ходе заседания обсуждались вопросы защиты и восстановления прав граждан, относящихся к категории обманутых дольщиков. Кроме того, на повестке дня были вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Как было отмечено, в Мариел проводится масштабная работа по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Также принимаются меры по предотвращению ситуаций, в которых могут пострадать участники долевого строительства. Так, за два года в республике введены в эксплуатацию два проблемных жилых объекта, восстановлены права более 150 дольщиков. Кроме того, начались строительные работы на объектах-долгостроях в Йошкар-Оле. Что касается второй темы заседания, как было отмечено в одном из докладов, особого внимания требует рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и контроль над ситуацией с бешенством животных. По итогам заседания выработаны дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка, защиту прав граждан на жилье и безопасную жизнедеятельность. Благоприятные погодные условия последнего летнего месяца позволили серьезно активизировать работу по благоустройству столичных дворов и объектов инфраструктуры по организации безопасности дорожного движения. За реализацией сразу нескольких проектов, имеющих долгосрочную перспективу, проследила наша съемочная группа. Дворовые территории – очень важная составная часть транспортной системы города. От качества асфальтового покрытия дворовых территорий и подъездов к ним во многом зависит и качество жизни жителей многоквартирных домов. Поэтому программа по модернизации дворовых территорий столицы пришлась как нельзя кстати. В этом году в нее вошли 10 территорий. На 9 из них работы уже начались. Где-то они уже там около половины закончены работы, где-то еще только в самой первой стадии. В основном эти работы связаны с восстановлением асфальто-бетонного покрытия и восстановлением, либо же установкой нового бортового камня. Где-то он отсутствует, потому что, да, то есть дворы приводим в порядок именно вот в части удобства перемещения там горожан. Ну, помимо этого, конечно, управляющие компании в этих дворах у нас усиленно сейчас трудятся, что в порядок их привести. То есть это и с озеленением работают, малые архитектурные формы восстанавливают. Многострадальная улица Анникова наконец-то избавилась от постоянных затоплений, вызванных сезонными дождями. Отрадно, что строители позаботились не только о маленьком пятачке, где чаще всего скапливалась вода, но и о значительном участке улицы. Теперь новая ливневка отведет дождевые истоки не только от значительной части улицы Анникова, но и от 19-й школы. Непосредственно сама сеть уже устроена, установлены ливневые колодцы по улице Анникова. Сейчас в ближайшее время будут устанавливаться колодцы около 19-й школы на парковке, и оттуда также вода будет уводиться. Работы на данный момент ведутся по благоустройству, то есть восстановление уже газонов, тротуаров, установка бортового камня по улице Анникова. Для того, чтобы объект, то есть не просто построили ливневку и отвели воду, а также вообще улицу привести в порядок. Где-то вид, который она была, где-то еще и улучшить соответственно. Ну, также, как я уже сказал, 19-й школы тоже будет выведена ливневая канализация у улицы Анникова, и там также будет восстановлено асфальтное покрытие. Все работы здесь должны завершиться к 1 сентября. Несколько раньше, к 25 августа, будет полностью реконструирован автодром на улице Строителей. Это место всегда было очень популярным как для начинающих автолюбителей, так и для курсантов многочисленных автошкол. В течение последнего месяца было полностью восстановлено асфальтное покрытие с соблюдением уклонов для отвода воды. Началась установка опор освещения уличного на автодроме. Также вчера приступили уже к выполнению работ по установке ограждения автодрома. Сейчас будут строить небольшую парковочку и ставить хозяйственные помещения. То есть это навес для укрытия дождя и ветра, туалет будет установлен. Ну и небольшой такой склад для хранения хозинвентаря. Не забыли городские власти и об организации безопасности дорожного движения. Новый остановочный карман появился в самом центре столицы. Теперь общественный транспорт на остановке Санчасть уже не мешает проезду попутного транспорта. Уже сейчас при устройстве этого кармана мы видим, что интенсивность движения транспортного потока на этом участке увеличилась. И количество, конечно, ситуаций таких близких к аварийным сократились. Так как раньше с левой полосы уходили налево несколько автомобилей и по правой полосе пытались все пройти прямо. Но упирались в стоящий общественный транспорт. Теперь он уходит в сторону и, соответственно, правая полоса свободна для проезда. И заторов таких уже не существует, особенно в часы пик. Подготовлено еще три подобных проекта. Остановочные карманы должны будут появиться на Ленинском проспекте у детской стоматологии, а также на улице Карла Маркса у Марбиофарма по обе стороны. Благоприятные погодные условия, бодрый темп, взятый дорожниками и строителями, наличие финансовых средств, а также жесткий контроль со стороны городских властей дает гарантию, что все работы будут выполнены качественно и точно в срок. Улов спасателей удручает. В Мариел стартовала всероссийская акция «Чистый берег». В конце пляжного сезона сотрудники МЧС, администрации городов и районов, а также волонтеры чистят от мусора береговые линии водоемов региона. Судя по горам мусора, которые собирают активисты, жители Мариел в большинстве своем еще не научились отдыхать цивилизованно, бережно относясь к красоте окружающей природы. Акция продлится до середины сентября. Присоединиться к ней еще успеют все неравнодушные граждане. В этот раз сотрудники МЧС боролись не с огнем, а с мусором. Специалистов по ликвидации чрезвычайных ситуаций отправили на два столичных пляжа – Центральный и Южный. Их никто не вызывал, они вызвались сами. Мы должны прибирать за собой сами вообще-то. Но если есть такие несознательные граждане, есть люди, которым не все равно. Акция «Чистый берег» всероссийская и проводится уже четвертый год подряд. Но мусора, несмотря на все усилия, меньше не становится. Летом ежедневно в районе Вантового моста бывают десятки человек. К сожалению, последствия видны невооруженным глазом. Мешки активистов буквально ломятся от банок, фантиков, бутылок и пакетов. На берег Малой Кахшаги сотрудники МЧС, говорят, спешили, как на пожар. В коротком перерыве между спасением людей от огня спасали природу. С каждым годом все больше принимают участие в этих мероприятиях волонтеры, что очень приятно и отрадно, что люди неравнодушны, и чтобы наш дом общий был более чистым, комфортным, приятным. В рамках экологической акции в срок до 16 сентября станет чище также пляж в Звенигове, в Казмодемьянске, у пристани в Кокшайске. В этом году, как и в прошлом, будет убрано более 3,5 километров в береговой линии. Уточнить время и место проведения акции в конкретном районе республики можно в ближайшем инспекторском участке ГИМС или пожарной части. Все ради того, чтобы улучшить качество жизни, сохранить природное богатство и защитить растительный мир от человеческого равнодушия и вреда. Бережное отношение людей к природе – это залог к воспитанию у подрастающего поколения экологической культуры. Заплати долги и принимай душ спокойно. Свыше 70 ешкаролинцев получили от филиала Мариэлла Чуваши и Т-Плюс уведомление об ограничении горячего водоснабжения. Причина тому – хронические неплатежи за коммунальные услуги. Таким должникам после целого ряда предупреждений наносят совместный визит приставы и энергетики. И отключение горячей воды – далеко не все, чем может обернуться игнорирование накопленной задолженности. Раннее утро – один из спальных районов Ешкаролы. Для нескольких жильцов многоэтажек по улице строителей этот день начнется с визита приставов исполнителей. Впрочем, неожиданным этот визит едва ли можно назвать. Должников по оплате услуг горячего водоснабжения предупреждали, причем неоднократно. Красные квитанции, СМС, телефонные звонки, досудебные претензии – кому-то этого хватает, чтобы заплатить по долгам. К остальным приходят приставы и энергетики, чтобы отключить горячую воду и изъять имущество в счет погашения задолженности, которое в целом по Ешкароле исчисляется миллионами рублей. Потребители коммунальных услуг, которые на прямых договорах находятся, на сегодняшний день задолжены 94 миллиона. Из них по городу Ешкароле – 6,2 миллиона рублей. Эта дебиторская задолженность уменьшилась намного, можно сказать. Принимаем также совместно работаем с судебными приставами, обзвоном занимаемся, ограничением горячей воды. Вот так как сегодня мы ограничили горячую воду. Заранее отправляется уведомление об ограничении за 20 дней. Есть у должника время погасить, заключить соглашение ректоризации задолженности. Если не погашает, значит ограничиваем. В этот раз должник едва успел принять душ, как краны с горячей водой в его квартире опломбировали. Но и это не все. Приставы изымают его автомобиль. Таким образом, долг, немногим превышающий 10 тысяч рублей, превращается в намного более серьезные неприятности. В нынешнем году крайние меры, вплоть до изъятия имущества, могут грозить нескольким тысячам злостных неплательщиков. В текущем году в городских отделах управления на исполнении находилось 3845 исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу топливно-энергетического комплекса. По состоянию на 1 август судебными приставами городских управлений было взыскано почти 8 миллионов рублей. Даже если вы накопили солидную сумму долга и не можете погасить его единовременно, отчаиваться не стоит. Всегда есть возможность заключить соглашение о реструктуризации задолженности и выплачивать ее постепенно. Главное в этом случае не игнорировать, считая предупреждения, а пойти на контакт с энергоснабжающей организацией. Если вашему ребенку от 5 до 9 лет он любит танцевать или петь, стоит направиться в школу искусств. В Национальной президентской школе искусств объявлен дополнительный набор. Правда, прежде любому претенденту придется пройти творческое испытание. У тех ребят, которые претендуют на подготовительное отделение по специальности хореографическое искусство или музыкальное направление, проверят ритм, слух, координацию и эмоциональное состояние. Параллельно будут набирать детей в первый класс на отделение хоровое пение без обучения в общеобразовательной школе. Всех желающих ждут приемной комиссии с 24 по 25 августа с 9 утра до 16 часов в здании Национальной президентской школы. Вход с набережной. Один из древнейших видов спорта выходит на новый виток популярности в нашей республике. В шахматных школах выстраиваются очереди из родителей и их детей. Такой интерес к шахматам приносит свои плоды и доказательство тому успехи юных спортсменов Мариэл. В эти дня они сражаются за звание чемпиона республики, а также за путевки на чемпионат по Волжье и первенство России. Соревнования проходят на базе арены Мариэл. Со стороны кажется, что почти каждый от мала до велика умеет играть в шахматы. Нужно знать правила и уметь хотя бы немного просчитывать ходы. Однако для хорошего шахматиста этого мало. Необходимы постоянные тренировки, развитое абстрактное мышление, навыки в тактике и стратегии. Это на деле доказывают участники чемпионата республики по классическим шахматам из группы А. Дети. До 11 лет. Турнир серьезный очень, и многие заранее к нему готовились. Поэтому мы ожидаем, как всегда, серьезную борьбу. Надеюсь, что появятся у нас новые звезды в исклоне. В этом году у нас Максим Волков стал чемпионом России. Многие ребята выполнили очередные разряды. Появилось у нас еще три кандидата в мастера спорта и несколько первозрядников, пять человек. Прогресс, в общем, идет. И сейчас все больше людей хотят заниматься шахматами. У нас, как говорится, единственная проблема – это отсутствие достойного помещения, потому что сейчас уже с этого года нам будет трудно удовлетворить желание всех желающих заниматься шахматами. Стоит отметить, что проблема с помещением для юных шахматистов будет решена уже в ближайшее время, так как в Южкороле начнет работать шахматная школа Сергея Корякина. Ее открытие запланировано на ноябрь текущего года. А уже в следующем году гроссмейстер пообещал принять личное участие в шахматном турнире на фестивале бандерядов в Казмодемьянске. Подробнее об итогах отборочного шахматного турнира смотрите в ближайших выпусках новостей на телеканале Мэтр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова